Куртаева Алия Владимировна Куртаева Алия Владимировна Куртаева Алия Владимировна Вы можете говорить о корпоративной культуре организации. Она может включить в себя медиацию, в образ медиации? Во многих компаниях уже сейчас действуют локальные акты или в трудовых договорах содержатся сведения о том, что в случае разногласия стороны могут регулировать спор посредством проведения переговоров. Причем осведомленность работника о намерении компании участвовать в переговорах во многих в ряде случаев предотвращали судебное разбирательство, поскольку зачастую работник обращается в суд, помимо всего, чтобы понять, кто же все-таки будет вести коммуникации по поводу спора, либо как-то принудить работодателя наконец-то начать решать конфликт, который возникает во многих случаях задолго до обращения в суд, и работник не понимает, каким образом его можно разрешить в досудебном порядке. Но поскольку медиация — это новый правовой институт, очень важно информировать работника об этой возможности. — Алина Владимировна, не секрет, порой после спора судебного, естественно, в данном случае работник все-таки защищает свои права, опять восстанавливается на работе, но после этого не всегда возможно работать. Это на практике. Многие говорят, те, кто выиграли в суды и восстанавливаются на работе, но по истечении какого-то времени они все-таки уходят. Ну, создается такая невозможная ситуация. Медиативные процессы, вот когда включается третья сторона и в идеале приводит к взаимопониманию, эти вопросы исключают? То есть, что и работник останется на работе, и никто ему потом затем не будет создавать невыносимые условия? — Да, Махмарал, наверное, все-таки будем исходить из того, что все-таки эта процедура медиации — это добровольная процедура. То есть, обе стороны садятся за стол переговоров, и каждый из них, он именно лоббирует свои интересы. И то решение, которое будет принято работодателям и работникам, оно будет взаимоприемлемо для каждой стороны. Поэтому это перспектива продолжения трудовых отношений в будущем. — То есть, не возникает... Я к тому, что могут возникнуть вопросы, а куда смотрит Департамент труда, а куда смотрят суды? И, естественно, они смотрят туда, куда надо, но после того, когда все-таки правда оказывается на стороне работника, не всегда получается тот результат, который устраивает, возможно, все стороны, имеется в виду и работника, и работодателя. Но вот в данном случае медиация сглаживает эти вопросы, и каждый становится довольным. — Конечно, конечно. — Вообще, по каким трудовым конфликтам можно применить медиацию? — Ну, медиация, она применительна во взаимоотношениях с любыми работниками. Ну, например, в ситуации конфликта с работниками определенной, значит, определенной сферы менеджментом и отдельными сотрудниками. Либо между учредителями, генеральным директором, нанятым руководителем компании. То есть ограничений нет. Более того, в трудовой спор зачастую вовлекается весь коллектив. Создается, происходит разделение на группы симпатии, антипатии. Все это отрицательно влияет на трудовой процесс. Поэтому в данной ситуации, значит, медиация, она применительна во всех сферах. Именно это в договорных обязательствах, вытекающих из трудовых правоотношений. — Кадровик может быть медиатором или обязательно привлечение специалиста? — На мой взгляд, в кадровых службах должны работать сотрудники, которые владеют, если не умением вести процедуру медиации, хотя бы навыками, коммуникативными навыками. Ну, будем исходить из того, что в кадровые службы кто у нас приходит? Те люди, у которых либо возник конфликт уже давно, либо он на стадии назревания. Поэтому сотрудник кадровой службы, он должен обладать желанием, способностью понять другого человека. Не судить ситуацию, исходя из своего видения, а именно помочь работнику и работодателю прийти к согласию и найти взаимовыгодное разрешение этой конфликтной ситуации применительно к данным трудовым отношениям. — Но он будет считаться профессиональным медиатором в таком случае или непрофессиональным медиатором? — Если, например, сотрудники кадровой службы хотят быть профессиональными медиаторами, они могут обучиться и работать уже на профессиональной основе. Если они хотят просто обучиться навыкам, коммуникативным навыкам для дальнейшего применения их в своей повседневной специальности, то это тоже допустимо. — Активность, у которых возник вопрос в трудовой сфере, и вот-вот намерение человека обратиться в суд, в досудебном порядке извеляет желание с помощью медиаторов решить вопрос? Ну, я думаю, как часто обращаются? — Ну, поскольку институт медиации, я хочу еще раз повториться, это новый правовый институт, поэтому сейчас только информационного характера у нас идут мероприятия. Мы доводим до сведений руководителю трудовых коллективов, до самых коллективов, проводим бесплатные вводные курсы о том, чтобы донести до работников понятие самой медиации, само преимущество медиации, насколько она доступна, эта процедура, и насколько это взаимовыгодно как работнику, так и работодателю при взаимодействии, при исполнении трудовых обязанностей. — Алия Владимировна, ну вот все-таки возвращаясь к вопросу, какие все-таки трудовые вопросы, споры могут разрешать медиаторы? Вот, допустим, возникла такая ситуация, когда по вине работодателя работнику необходимо выплачивать компенсацию по утере, я не знаю, как она формулируется, здоровье, а то и жизни, то есть семья обращается. В данном случае медиатор может помочь? — Да, может помочь. Вообще среди медиаторов существуют критерии медиативности спора, но это отнюдь не означает, что те споры, которые соответствуют данным критериям, они, значит, имеют стопроцентную гарантию урегулирования именно посредством применения процедуры медиации. — Существуют эксперты, различают несколько видов ситуации, когда они возникают в ходе осуществления трудовой деятельности, то есть в социально-трудовой сфере. — Ситуации, неурегулированные законодательно. Ну, например, когда действующее законодательство, оно никак не рассматривает споры, связанные с пактом о неконкуренции. — То есть когда работодатель доплачивает работнику за его отказ в трудоустройстве в конкурирующей организации, либо когда работник уводит из компании клиентов или сотрудников. — Ситуации, когда работодателю и работник предстоит продолжение их взаимоотношений в будущем. Ну, например, если уволенной стороной является беременная женщина. Великий риск того, что суд восстановит её на работе, и работодатель не сможет её уволить до достижения ребёнком определённого возраста. Более того, жалобы беременной женщины с высокой степенью вероятности на них могут мгновенно отреагировать инспекционные органы. Ну, примером таких ситуаций может послужить, например, когда совместное обладание организации работодателя и работника интеллектуальной собственностью, решение использования которой необходимо принимать совместно, независимо от продолжения или прекращения трудовых отношений. — Что такое сейчас на практике? — Да, да. Когда стороны желают сохранить конфиденциальность. Ну, мы же, как уже отмечалось ранее, вообще принцип медиации — это сохранение конфиденциальности. Зачастую распространение конфиденциальной информации, она для работодателя бывает более неприемлемо, чем удовлетворение требований самого работника. Потом репутационные риски. Ну, любой трудовой спор, дошедший до суда, он неблагоприятно влияет на обстановку в трудовом коллективе. За ним начинают наблюдать другие работники. А работник, который обратился в суд, зачастую в судебном заседании заявляет ходатайство о привлечении бывших коллег в качестве свидетелей. И при этом свидетели могут оказаться не только сотрудники, но и клиенты компании. Ну, и вот конкретно в данном, в вами заданном случае, это, конечно, дела, которые можно отнести к категории, когда работники получают увечья или вред здоровью при исполнении своих служебных обязанностей. Это тоже медиативный случай, которому применима процедура урегулирования споров в досудебном порядке. Ну, и последний вопрос о профессиональной подготовке медиаторов. Ну, наш центр, он ежемесячно проводит обучение на профессиональной основе специалистов для того, чтобы они в последующем могли осуществлять эти действия на профессиональной основе. Я хотела бы сказать, что на профессиональной основе могут, значит, работать лица, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее профессиональное образование и которые были обучены. На сегодняшний день это платные курсы с последующей выдачей сертификата и лицензии соответствия и включения в единый реестр медиаторов, профессиональных медиаторов Казахстана. Ну, будем прощаться на этом с телезрителем, к сожалению, эфирное время ограничено. С вами были Акмурал Майкозова, а также Куртаева Лея Владимировна, директор Западно-Казахстанского центра медиации и переговорного процесса. Спасибо за внимание. До вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok